Юная лучница Анастасия Хошабаева демонстрирует искусство владения тетевой и стрелами. Девушка пришла в спортивную школу Химки всего полгода назад, но уже успела завоевать золотую и бронзовую медали на городских и областных соревнованиях. Поучаствовать в соревнованиях высшего разряда мечта вполне осуществимая, говорят именитые паралимпийцы, которых пригласили на лукодром спортшколы организаторы мероприятия. Нужны лишь целеустремленность и упорство. Обладательница бронзы паралимпийских игр в Токио Елена Крутова рассказала о накале борьбы во время проведения Кубка России, серебряным призером которого она стала в этом году. У нас был очень напряженный финал. Скажу, что в финал мы стреляем пять серий. Перед последней серией у нас с моей соперницей было одинаковое количество очков и до последней стрелы мы с ней шли просто ноздря в ноздрю. Очень высокий результат при этом показав, готовились мы. Этот год мы вообще очень много проводим на сборах. Очень много. Тренирует лучников с особенностями здоровья вот уже два десятка лет. Мастер спорта международного класса Булат Санданов. Именно он разработал уникальные методики, благодаря которым российские паралимпийцы занимают призовые места на международных и отечественных соревнованиях. Мастеров спорта международного класса много. Чемпионов России, мира, Европы. Дети смотрят на них, тоже учатся, смотрят. Люди у нас даже с какими-то ограничениями и достигают хороших успехов. Отечественная школа стрельбы из лука имеет прочную устоявшуюся репутацию, как одна из самых успешных в мире. Во время тренировки об этом вспомнили с особым вниманием. Ведь встреча на лукодроме спортшколы посвящена 44-й годовщине открытие летних олимпийских игр в Москве. Кстати, именно на московской олимпиаде советская лучница Кит Ивана Саберидзе завоевала золото, а ее коллега Наталья Бутузова серебро в стрельбе из лука. О чем многие присутствующие, вероятно, и не догадывались. Чтобы заполнить некие пробелы, мы в составе депутатов, в составе наших руководителей управления, руководителей школ, неважно любых, спортивных, образовательных, пытаемся вам донести о том, чтобы вы не забыли. После содержательного рассказа о московской олимпиаде тренировка юных лучников и паралимпийцев продолжилась. Впереди у химкинских спортсменов чемпионат России, который состоится уже в сентябре. Юлиана Мазырина, Вильфрид Дембковский, Новости, Химки ТВ.